В районе шведских Шхер шелестит чья-то подлодка. Чья она? Какие версии? Почему пришлось закрыть воздушное пространство над зоной поиска? Подробнее об этом Кирилл Евсеев. Мини-субмарина Тритон или Пирания напугали флот Швеции. Поиски продолжаются пятый день. Источники в НАТО и эксперты-подводники уверены, Россия не стала бы использовать большую субмарину у самых берегов Стокгольма. Это была бесшумная мини-подлодка. Экипаж от двух до шести человек. Такие крошечные суда можно спустить на воду из потайного отсека в корабле. И действительно, в этом районе несколько дней находился российский нефтяной танкер. При частности, Москвы на западе, похоже, уже никто не сомневается. Именно российские военные самолеты то и дело нарушают воздушное пространство Швеции. Но подлодку, в отличие от самолета, не стали бы использовать для политического сигнала. Ее цель – исключительно военный шпионаж. В разгар холодной войны воды у берегов Швеции были излюбленной игровой площадкой для советских подлодок. Одна из них в 81-м даже села тут на мель. Но, похоже, о таких примерах здесь забыли. Стокгольм 20 лет сокращал оборонный бюджет. Теперь у шведов нет ни одного вертолета для противодействия субмаринам. А поиски ведут на додубных лодках. Кораблей просто не хватает. Впрочем, если шведы подводное судно все же найдут, Россия будет выглядеть задирой-неудачником. А если не найдут, наоборот, шведы будут лузерами. А это значит, когда Москва шпионит и брятся это оружием, вступление в НАТО для Стокгольма окажется лишь вопросом времени. Если, конечно, будет необходимость. Кирилл Ивсеев, Павел Исенко, Центральное Европейское Бюро, телеканал Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова